русский век люди воспитавшие нацию сегодня в гостях у нашей программы выдающийся социолог автор знаменитых зияющих висот александр зенот среди диссидентов именно диссидентов были люди которым какие-то западные спецслужбы предлагали бы деньги своих политическую деятельность и кто бы от этих денег отказался вы знаете я с этим аспектом диссидентской деятельности плохо знаком и среди них человека который бы отказался вот от того о чем вы говорите от гонораров гонораров который действительно был за идею я таких людей не встречал не встречали нет то есть все оплачивалось финансировалось америка прежде всего в той или иной форме это не моя проблема была я в общем то с диссидентским движением мало имел дело я диссидентом не был а почему не в диссиденте вы от них странились не в 10 я не был диссидентом я был ученый занимался своим делом но уехавшись советского союза политически меня нет я меня выслали за мои публикации задеяющих высот мне предложили пять дней сроку или я покидаю страну или 12 лет заключение семья высылается в себе выбор вот такой выбор такой но все-таки сан саныч действительно почти никого не вы сказали я никого не знаю я на всякий случай добавляю слову почти хочется чтобы были святые имена которые не за деньги же говорили в том числе и правду о советском режиме а как это все финансировалось финансировалось очень просто ну например издавался какой-нибудь журнал континент например издавался континент это журнал владимира максимова его возглавлял до своей смерти до своей смерти да и он финансировался ну безусловно на свои же деньги такой журнал выпускать было невозможно но с какой целью просто из-за любви к настоящей хорошей литературе но хорошей литературе там не было вообще как невозгибла хорошей публицистика в континенте но так тоже нет было но я говорю но все равно за счет этой литературой этой публицистике прожить было невозможно и журнал выпускать было невозможно то есть цель все таки чтобы вот в россии или знали правду люди просто хотели за границей чтобы русские советские люди знали правду вы знаете у людей различные были мотивы деятельности ну какой главный ну обобщать я не хочу общего никакой ясной политической программы у них не было я об этом свое время писал с какой целью тот или иной диссидент оказывался на западе действовал это их нужно спрашивать ну максимум был убежденный антикоммунист вплоть до начала перестройки когда стало ясно что вся эта деятельность ведет к краху страны так он оставался убежденным антикоммунистом вот и точно так же но такие там деятели кто такой буковский вы знаете тоже человек который вел активную борьбу против советского режима или эдуард кузнецов и по и прочее это была не моя следа совершенно я случайно оказался в этом течение мой конфликт с советским обществом начался еще знаете в тридцатые годы я же старше всех намного много лет вот начался еще в тридцатые годы и он начался у меня не как конфликт антикоммуниста с коммунизмом наоборот я был идеальный романтический коммунист вы я был автор зияющих высот ну я стал автором зияющих высот когда я в семьдесят пятом году а в тридцать восьмом году я была антисталинистом членом террористической группки которая собиралась убивать стали это же годы прошли согласно приговору да ну приговор не получился поскольку я забыл сбежал да так случайно получилось все вот из-под стражи да нет там обстоятельства сложились так что следователь просто не мог поверить что у такого мальчишки могли выработаться такие убеждения и стали искать кто меня этому научил а для этого меня должны были перевести с там с двумя младыми офицерами на квартиру были так квартира у органов и на этой квартире я должен был с ними жить и они должны были ну как я так думаю подышать подходящих сообщников скажите как вы думаете сан саныч почему иммиграция всегда и диссидентское движение всегда сторонились Солженицын Солженицын тоже не был диссидентом Солженицын был убежденным антикоммунистом у него было личное отношение он был в заключении и все такое прочее и у него было нечистолюбие и писателя и разоблачителя вы почитаете гулаг великой книги я считаю что гуля гулаг это грандиозная фальсификация советской истории фальсификация 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 особого рода каждый факт по отдельности там может быть справедливым а в целом концепция ложная а как если каждый факт правда то концепция ложная ну так и получается концепт из теперь теперь вообще вот скажем если взять современную ситуацию так все то что говорится пишется советском периоде факты по отдельности верны но в целом они создают ложную картину факт это выбираются комбинируется и по если взять гулаг то получалось был сталин со злоумышленниками а все остальные были жертвами как будто не было великой революции как будто не было грандиозного процесса все таки советская история была великая история а солженицынская концепция это было полное непонимание революции полное стопроцентное непонимание сущности советской социальной системы что такое была революция семнадцатого года сущность ее заключалась в том что были ликвидированы классы помещиков классы капиталистов частное предпринимательство ликвидировано было власть захватила группа революционеров которая создала новую систему власти которую я называю сфера государственностью и сложилась социальная система в которой отсутствовала частные собственные средства производства частное предпринимательство сложились коммунистические коллективы сложилась коммунистическая экономика идеология культура и так далее целая система сложная сложилась вот то что сегодня пишется о Сталине что вы читаете как вы к этому относитесь почти все что говорится и пишется неправда о Сталине да но неправда понимаете что значит правда что значит неправда можно сказать что у Сталина была сухая рука правда что он был любой правда что он был допустим мстительный и так далее можно говорить что был жестокий там делал то-то то-то кое-что делал это все по отдельности правда но историческая роль Сталина тут пропадает полностью а то что Сталин был это говорю я бывший антисталинист то что Сталин был величайшим политическим и социальным деятелем двадцатого столетия наряду со Слениным это факт ведь и Наполеон тоже знаете не ангел был но девятнадцатый век был век Наполеона и Маркса хотя вот я это говорю хотя я марксистом не был двадцатый век был век Ленина Сталина важно есть определенные научные критерии оценки социальной системы и роли личности сколько Сталин все-таки уничтожил людей в Советском Союзе да нельзя так ставить говорить Сталин уничтожил Сталин уничтожил Система КГБ ну причем я не считал но я думаю что не так много как это об этом писал ну какую цифру даете вы как ученый ну как ученый я думаю что не больше трех миллионов было репрессировано я думаю что это мало или много если учесть что была грандиозная революция что с первых дней существования советской системы против нее ввелась борьба со стороны запада которая не прекращалась ни на минуту ведь были же люди которые были врагами этой новой системы и так далее мировая война гражданская война и грандиозная революция сравнительно с масштабами революции и ее результатов число жертв на мой взгляд было ничтожным 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 три миллиона ну сравнительно с масштабами того что делалось я я даже считать не хочу я понимаете это сейчас вырываются это из общего контекста жизни а вот возьмите посмотрите на это с такой точки зрения о чем я писал кстати сказать много-много лет тому назад возьмите район какой-нибудь район характерный район и проследите что стало с населением этого района ведь а сколько хорошо столько-то людей было репрессировано а сколько русских людей и вообще российских людей стало стало врачами учителями учеными офицерами и так далее сколько в сравнении с тем что чтобы с этими жертвами их было в сотни раз больше а без ГУЛАГа советская система не могла ну система такая что это не в этом дело ни одна система не обходится без средств наказания без карательных средств ну как анекдот рассказал на 7 минут опоздал на работу да ну не преувеличивайте это это все сейчас так выглядит как это Иван Михайлович москвин исторический факт опоздал на 20 минут на репетицию к молодому пришли хорошо ну один другой факт а сколько людей возьмите и подсчитайте подсчитайте возьмите всю артистическую среду среду а сколько артистов появилось их появились десятки тысяч понимаете а вот так это это не научный подход я повторяю я ученый я сам пережил эту среду я был сам антисталинистом меня самого арестовывали я вот вы мне объясните пожалуйста я готов согласиться с тем что на фоне сегодняшней жизни действительно роль Сталина сорок первый год да мы наверное что то все таки не понимаем но зачем надо было убивать мирхольд за что вот знаете что жену его Зинаиду Николаевну Райкс за что знаете что я вам вот что скажу и вы этого никогда не поймете не поймете потому что вы заведомо ставите вопрос таким образом что на него разумного ответа быть не может то есть то есть вы вырвали этот факт из огромного потока жизни в котором могли быть самые различные события такого рода фактов неизвестно я нахожу им объяснение как массовым явлением но отнюдь не этого и потом мне когда-то Мазарь Моисеевич Каганович это объяснил предельно просто Сталин говорил он не планировал таких репрессий но брали одного человека он с испугу показывал на десять других в первую же ночь естественно надо было проверять брали десятерых на которых показал этот несчастный те с испугу показывали в первую же ночь еще на сто человек или на тысячу брали тысячи пошел снежный ком я такой путь такой способ рассуждения мышления не принимаю он не видел всего понимаете не видел всего он не видел масштабов происходящего вот Андропов перед смертью сказал что семьдесят лет прожили в советской системе и не поняли не поняли я сейчас полной ответственностью за свои слова говорю а не поняли что скажите не поняли сущность этой системы а в чем сущность системы объясните пожалуйста коротко не объяснишь нужен специальный курс лекции это такое что коротко нельзя объяснить да потому что требуется целая наука ну суть то в чем вывод то какой ну вот не понял Андропов не понял вы поняли я понял я могу я могу читать как минимум годовой годовой курс теории советского общества а покороче никак по короче двух словах я могу сказать вам это социальная организация в которой я вам уже сказал в которой ликвидирован отсутствует частные собственность на средства производства ликвидировано частное предпринимательство больших по крайней мере это мы знаем вот в этом это есть основа затем а Верхольт то зачем был убивать да ради бога пусть им будет другая собственность другие орудия производства люди то зачем меня это меня это не интересуется я не следователь и кроме того вы сейчас так говорите а откуда вы знаете что там не было каких то оснований для этих театре революции что вот это Солженицынский подход Солженицынский подход все же невинные жертвы вот там сидит злодей и без всякой мотивации поступает таким образом а я знаю сколько я не встречал людей я не знаю ни одного случая когда не было бы оснований для ареста вот меня арестовали и если бы я не сбежал расстреляли мы правильно сделали что я был террорист это сейчас если бы я был спекулянт вот такой как сейчас их а вот кого хотели убивать Сталина убивать на полном серьезе на полном серьезе и были роли распределены но только а вот когда вот эти все писали идиотские приговоры что тот какой то канал рыл куда то поэтому надо расстрелять таких примеров очень много да вы примеров накопаете сколько угодно тем более время прошло фантазия у людей работает и вы думаете есть документы исторические ну хорошо и документы я не хочу говорить на эту тему это я это значит вы меня заставляете говорить так сказать о вещах которые к которым я всегда относился скажем так с презрением я теоретик я исследователь и я исследователь объективный я исследую эпоху исследую целую систему ее эволюцию ее возникновение и даже рассматривая Сталина я рассматриваю его великую историческую роль так же как а что вы думаете Наполеон не покалечил массы людей покалечил сколько угодно да и другие так а что думаете католическая церковь сколько она уничтожила людей а сейчас сколько людей уничтожается сейчас в России в России после переворота в ельцинские годы доселение вы сами слышали а вот прошло множество сократилось это преступление почему Сталин для вас такая больная тема да почему потому что я потому что я всю жизнь вот с такого возраста болел болел советской системой основным содержанием моей жизни было исследование коммунистической системы а как понять зияющие высоты действительно книжку блестящую сатирическую высмеивающую в этой советской системе практически все а как это понять дело в том вам нравится система вы больны она мне не нравится почему нравится вы только что сказали что вы больны советской системе а что значит больны я болел ей как исследователь я видел как люди жили я сам первый раз в жизни спал на отдельной койке знаете где на лубянке первый раз в жизни спал ни разу у меня не было одного дня до того времени чтобы я наедался досы то есть вы ненавидели эту систему да ниже тема не в системе я ее принимаю дело понимаете вот вы все преимоление какие-то должны быть суждения я стал формироваться как революционер в рамках коммунистической системы понимаете это трудно понять это моя это моя и если бы мне снова пришлось выбирать и если бы мне сказали тебя расстреляют я бы все равно пошел на это вот это моя система я часто спрашивала мать вот если бы тебе сейчас предложили так ликвидирует стыклохозы снова единоличное хозяйство ни в коем случае ни в коем случае вот вы сами посудите что за то мы получили я учился в первоклассной школе советской школы лучшей школы я не знаю потом началась какая-то деградация согласен я получал образование какое давали только в царском лицее а в это время давали такое образование миллионам молодых то есть такое образование мог дать только советский союз только советская только советская царская россия не могла не могла не могла дальше ликвидировали все эти хозяева частники и так далее вы понимаете несмотря ни на что несмотря ни на что вот как как бы плохо не было все равно я ощущал себя свободным человеком сейчас я живу здесь вроде никто меня не арестовывает доносы не работают и все равно мне для меня это мир чужой был доступ к культуре вот в нашей семье мы в колхозе работали по существу не за что так смотрите что получилось мой брат старший стал директором завода я стал профессором все мои братья стали инженерами так один из моих братьев стал полковником должен был занять генеральскую должность его из-за меня выбросили понимаете вот этот фактор как-то игнорируют совершенно это главное что происходило в ту эпоху главное Марк Дэйч доказывает что никакого плана Дарреса не существует это бро это ерунда это не фальшивка это не фальшивка а если даже это фальшивка я 21 год прожил на западе меня туда выбросили как антикоммуниста антисоветчика хотя я не был ни тем ни другим но я считался там за моей работой я знал как работали всякие западные центры организации и так далее занимавшиеся разрушением Советского Союза как они работали ну как работали были вовлечены только в Соединенных Штатах было больше трехсот центров которые этим занимались сколько их было в Европе были вовлечены десятки сотни тысяч людей работало огромное количество людей огромное количество совершались миллионы операций и все это так проходило и сейчас как будто этого не было даже то что я написал за яющие высоты и оказался на западе и то это была так сказать определенная операция со стороны определенных сил и опада ведь если бы не было всего этого ну где бы я напечатал такую книжку от зияющего сода невозможно было ее напечатать и мои научные работы ведь стали печатать сначала на западе в Советском Союзе в России мне печататься было невозможно а они предлагали вам деньги гонорары не только под видом книг а просто реально деньги за то чтобы вы писали и дальше мне это не делали потому что в этом не было надобности и потом они достаточно хорошо знали характер человека людей изучали и знали кому можно кому нельзя а диссиденты деньги брали через одного ну понимаете у тех же американцев ну это вы ради бога не вовлекайте меня в такой разговор я никого не хочу объяснить да боже что нет просто это как типичное как явление это было ну а на какие вот я помню когда началась моя история я потерял работу ну мы как мы стали жить продавали книги там я для кого-то там написал диссертацию чтобы как-то подзаработать зашли к одним знакомым диссиденту он уже 8 лет был диссидентом и довольно известным первый вопрос который они нам задали а сколько у вас на сберкнижке у меня в жизни никогда не было сберкнижек 8 лет сидит человек без работы а у них сберкнижка так что они или пришли там люди говорят что-то там надо пошуметь что-то давно так сказать не поступает соответствующая помощь но это это не мое дело но нужно быть наивным человеком чтобы думать что эти все люди такие идейно убежденные что они только ради ради великих идей занимались да это чепуха не было ну были же сахаров ну хорошо сахаров что сахаров мадрия дмитриевич сахаров а что сахар говорил и писал все то что он делал и в ссылку и в ссылке был бросьте оставьте вы сахарова сахаров когда вышли зияющие высоты сахаров был первым кто дал гнусное интервью по моему адресу а вы это помните до сих пор это я помню Солженицын дал указание чтобы мои работы вычеркивали мои работы которые для из списка для тех которые засылались в Советский Союз и так далее это это знаете не думайте что это была это были такие все люди высокоморальные возвышенные и все такое пусть это были простые смертные и довольно ну если бы кто-нибудь написал написал хотя это уже вряд ли когда-нибудь сделают действительно всю правду обо всем этом страшно было бы стало немножко из-за того что такое человек на самом деле то есть если вот написать человек какой он есть то есть об этом написать это об этих людях я имею ввиду об этих людях и об этих людях и о других вот вы не хотите говорить на эту тему хотя сейчас свободу слова это просто какие-то моральные у вас есть да да ну во первых я лежачего не бью а кто лежачий лежачий ну советская система там вот я перестал нет я о Сахареве и о Солженицыне о двух нобелевских лауреатов меня они скажем так Сахаров как социальный мыслитель полное стопроцентное ничтожество вот даже так а Солженицын посредственный писатель и как мыслитель тоже абсолютно ничто и скорее лично отрицательное и эти люди сыграли если бы мне нужно было назвать десятку людей сыгравших самую гнусную роль в истории России русского народа я бы назвал среди таких как Горбачев Ельцин Яковлев Александр Николаевич да и включил бы обязательно Солженицына и Сахарова почему Солженицына и Сахарова объясните потому что эти люди предатели Сахаров кого предал Сахаров работал он стал знаменем так сказать одним из лидеров антисоветской антикоммунистической деятельности то есть деятельности по разрушению нашей страны и Солженицын а вот если говорить конкретно что из того о чем говорил или писал Сахаров был неправдой а что значит неправда что значит неправда ложи клеветой да не ложи клеветой на советскую систему как писали ерунда беспомощность интеллектуальная беспомощность что же его так боялись то всю жизнь кто боялся как кто комитет государственной безопасности политбюро собирался много раз политбюро само состояло из кретинов ну что вы мне они потому и боялись то же самое среди них я вам сказал андропов сам признал что не поняли не понимали интеллектуальный уровень одна из причин краха советской системы это очень низкий интеллектуальный уровень высшего руководства то есть политбюро кретины диссиденты ну тоже так сказать вот такие же система великая сильная а кто же тогда ее создал Сталин один почему Сталин один а как вот если кретин ну слушайте ну объясните я хочу понять это целая история историческая эпоха была советскую систему создавали десятки миллионов людей россиян русских людей прежде всего ее создавали люди которые стали учителями врачами инженерами летчиками и так далее и миллионы людей создавали ее и а сталинское руководство возглавляло эту огромную армию людей подавляющее большинство россиян поддержала революцию и ее результат если бы этого не было система не выживала а Солженицын вот его книги вот они стоят на полке все его книги скажем так это фальсификация истории ну докажите хоть один пример что мне доказывать вам один пример ну что значит один пример опять вы задаете пример то есть привести какой-то факт во первых Солженицын меня как личность не интересует а целую ему я знаю для меня он как писатель посредственный а как человек претендующий на понимание исторического процесса абсолютно ничто это я говорю как профессионал в исследовании социальных явлений понимаете вот вся концепция эпохи она просто никчемная вот почитайте гулаг вот вы же сами все время задаете вопросы зачем было то таких фактов можно набирать сколько угодно факты собраны но факты выбраны так разве не из фактов рождается эпоха эпоха рождается не с каждого дня эпоха рождается из фактов но те факты которые накопали они в океане тех фактов которые имели место в ту эпоху ничто капли в океане вы понимаете вот в этом океане жизни советской жизни я вам уже сказал миллионы десятки миллионов советских русских людей становили получали образование становились врачами учителями инженерами и так далее куда это все факты и у них тоже была жизнь и факты были также и война война какая грандиозная война разгромили сильнейшего в истории врага ведь тоже и из этой выкапывают отдельные факты их можно накопать десятки тому но все все факты о которых и вот вы говорите сейчас и в которые печатаются это капля в море в сравнении с тем океаном фактов океаном фактов из которых складывалась великая история великая история советская не имеющая себя равных в истории человечества а вот если бы сейчас появился Сталин стал бы из гроба ну допустим эту мысль кошмарной но допустим эту мысль пришел бы Сталин вот в нашу сегодняшнюю жизнь Сталин перестал понимать реальность уже сразу вскоре после войны он свою историческую роль сыграл и ситуация в стране настолько изменилась уже и в ходе войны и в послевоенные годы что он уже стал не нужен его убрали вскоре по-моему во всяком случае не помешали умереть что вы думаете было кто-то в политбюро кто был сильнее Сталина не кто-то они все были сильнее его не он не видел реальности не в моразме не просто он не видел Реальности и они не видели Реальности не понимали ее так просто определенная среда В ней складываются определенные отношения, идет борьба за власть, интриги, группировки какие-то складываются. Это же тоже явление, подверженное определенным социальным законам. В этой среде, в этих рамках он уже стал лишним. И он ушел, он сыграл свою роль и ушел. Так вот я все-таки не договорился. Вот не дай бог, по-моему, возвращается Сталин. Не будет наркотиков, будет порядок. Отнимут заводы у тех, кто их убивал все последние годы, вернется оборона. Это с одной стороны. Порядок будет. С другой стороны, опять 3 миллиона вы сказали. Пусть будет 3, допустим. Всего 3 миллиона. Но в ГУЛАГ. За анекдот. За несогласие. Черный воронок по ночам. Как Остров сказал Ростроповичу. Знаете, Ислав Леопольевич, если я когда-нибудь что-нибудь про вас подпишу, великий Остров, великий скрипач, вы заранее меня извините, потому что у нас в 1932 году в подъезде всех мужчин взяли. Был я и мой сосед. И когда скрипнула дверь и шаги ночью на лестнице, мы думали, что вот за мной идут люди. Вот в эту ночь я перестал быть мужчиной. И человеком. Вот это все возвращается. Мы что выбираем? Порядок или вот это? Слушайте, ну так рассуждать нельзя. Почему? Это ваша жизнь. Ну, во-первых, опять-таки вы говорите сейчас, имея определенное представление о той эпохе, несоответствующей реальности. А вы забыли о том, что тот же Остров вырос в советских условиях. Тот же Ростропович поднялся в советских условиях. Все те десятки и тысячи людей, которые поливают грязью эти системы, они же все выросли благодаря системе. Да Ростропович гений. Он не благодаря системе. Да бросьте вы сказки рассказываете. А вопреки ей вырос. Да не вопреки. Конечно вопреки. Вот я категорически с этим... Почему? Да потому что это неверно. Да он был бы и в Германии, был бы в другой системе Ростроповича. А вот вы знаете, это все пустые рассуждения. Ну, во-первых, давайте так. Во-первых, в данном случае вы описываете эпоху, в которой вы не жили, которую вы не знаете и не понимаете. Та картина, которую вы здесь изображаете, вот говорите, вернется то, 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 это картина ложная. Ложная не потому, что этого не было, а потому что в эту эпоху было нечто такое, грандиозное, в котором все это играло роль второстепенного. Раз. Во-вторых, такая эпоха вернуться не может. Ну, я понимаю. Никогда она не грандиозная. Конечно. Некому. Поэтому все эти разговоры насчет того праздния. Праздния. То, что сейчас мы имеем в России, то, что произошло в результате антикоммунистического переворота в Ельцинские годы, так, это пришло надолго и всерьез. И с той системой, которая у нас пришла на смену советской, Россия обречена на историческую гибель. А вы, Александр Анатольевич, счастливый человек? Для меня понятие счастья не играло роли в жизни. Для меня это не было проблемой, понимаете. Я всю жизнь прожил как машина для понимания. Для меня всегда главным было понимание той реальности, в которой я жил, в которой я наблюдал. И с этой установкой я и доживаю свои годы. Поэтому там счастье, несчастье, это для меня было явление второстепенное. Субтитры создавал DimaTorzok